здрасте приветствую вас мои маленькие негодники продолжаем карьеру на золотом колосе и кстати говоря у нас прошел стримец который стал 18 серией на этом стриме мы настроили планы на будущее и тратили бабло купили себе пару вагончиков и в общем то набрали контрактов купили рассады и теперь у нас все хорошо смотрите какие у нас контрактики есть в принципе довольно жирные на вроде как мы разбогатеем с этого дерьма со всего надо проверить время 16 часов у нас баклажаны придется мне наверное за кадром все это делать остальное все на следующий день еще не все выросло там контракты на три дня роста рассчитаны в теплицах ну да ладно еще на кстати наступил 30 день а значит наши овечки где наши овечки они теперь стали продуктивными и они начали давать нам шерсть и уже три куба шерсти они сделали за первые пять часов первого дня у нас всего кстати 700 овечек жрачка у них есть поэтому в общем то все хорошо и пока можно не трогать когда будет много шерсти тогда будем уже смотреть на контрактики а еще не кстати есть навоз и много навоза но еще недостаточно много чтобы можно было удобрять поля кстати говоря я совсем забыл мы же в прошлой серии продали до хрена силоса и соответственно мы продавали в набага а значит у нас должно быть здесь дохренище дегистата только вопрос где его брать там даже триггер обозначено должно показываться но ни хрена не показывается как странно ну короче это полная бочка она обычно на картах то ли 800 кубов то ли 2 миллиона литров интересно а здесь где-нибудь это все есть может быть на ферме на ферме разумеется этого всего нет заводы как бы бегает а завод но здесь в списке его тоже нет беда где можно посмотреть раньше около этих самых когда рядом стоишь она показывала но сейчас такого я не наблюдаю может быть где-нибудь здесь покажет здесь тоже ничего не показывает есть еще кстати вариант посмотреть здесь там где у нас продажи дегистата и здесь тоже у нас все по нулям ни хрена не показывает ну и ладно в общем то у нас водохрена на самом деле можно будет удобрять им поля для этого придется купить приблуду но уже не сегодня сегодня у меня другие планы сегодня друзья мы будем сеять рисик причем сеять не простым способом а по фэншую разбрасывателями и катками и заливать водичкой в общем то это очень интересно я этого еще здесь не делал поэтому для меня тоже все будет впервой в общем то погнали на стриме друзья мы сделали запросы на рисовые чеки 12 13 14 поле и соответственно пока я там занимался поселами за кадром всякими у нас тут пришел нам ответ что мол отлично собирается продавать имущество без вопроса в общем то по себе стоимости нам их отдали там от 170 до 190 тысяч за каждое поль одно из них по он даже на стриме пришло соответственно этих полях можно сеять что угодно без проблем но рис можно сеять только здесь потому что рис у нас растет под водой после того как мы его посеем его нужно будет обязательно залить водичкой здесь вот есть такие вот шлюзы открывается шлюз вот таким вот образом и соответственно на поле начинает литься вода но мы сейчас это все не надо вам делать закройся вот так вот сейчас туда воду не надо наливать надо сначала все засеять еще кстати если посмотреть разумеется эти поля нуждаются во вспашки и они нихрена неудобрен поэтому нам надо сделать абсолютно весь комплекс мероприятий по полям шестое седьмое и 37 мы засеяли начали на стриме и потом закончил в общем то еще не созрела но скоро созреет что следующая серия у нас скорее всего будет не через два дня а может быть и через два посмотрим чем там позаниматься будет я имею ввиду игровых дня да а может быть на стриме просто поубираем поболтаем соответственно в общем то у нас есть вот тут три поля их увы нельзя объединить это так не работает здесь и какая здесь система посадки риса можно в принципе обычной сейлкой сеять но можно по фэншую если по фэншую то семена раскидываются разбрасывателем которые для удобрений а потом приминаются катком после чего все это заливается водой и сегодня мы поступим именно так но для начала нам нужно в магазин потому что разбрасыватель то у нас есть а вот катка у нас нет я на самом деле всего один раз хочу превращаться именно по такой технологии а потом будем сеять обычной сейлкой но посмотреть эту механику обязательно надо поэтому где с разное вот мы можем взять в аренду вот такой вот каток на 14 метров я думаю будет вполне норм соответственно моего арендуем за 2000 и я сюда предварительно пригнал вальтру где ты падла стоишь вот ты падла стоишь мы сейчас цепляем каток к вальтере и едем в садовый центр что-то прикольно сложен цепляем в общем-то едем в садовый центр в садовом центре друзья нам нужно купить семена как ни странно я не знаю какой расход семян будет если сеять с помощью разбрасывателя поэтому на всякий случай я возьму три поддона на каждое поле по одному вообще если селка сей то там что-то около 800 литров должно уходить если прям по правилам и еще на всякий случай раз мы здесь мы купим немножко удобрений обычных удобрений вот 4 куба возьмем и в принципе они всегда нужны как много денег уходит на все ресурсы так теперь надо все это дерьмо выгрузить на поддоны то у нас склад где 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 садовый центр загрузить на поддон вот сейчас мы это все дело погрузим на заранее припаркованный сюда урал я основательно подготовился и семена и и все в общем-то мы сюда загрузим думаю семена надо вот так вот отдельно как-то положить твою мать сейчас может быть еще будет все плохо работать я опять таки говорю не проверял почитал справку в теории должно работать так давай кого сюда вот еще один поддончик мы туда же положим хоп стоит нормально никуда не денется чем их ремнями привяжем и все будет нормально и последний поддон удобрениями тоже сюда кладем и садимся в наш урал соответственно привязываем все ремнями сзади на вальтри поедет с нами валерон и в общем-то всю технику эту и то что с базы мы перевозим на наши рисовые чеки и встречаемся уже там в общем-то друзья чего нам сегодня понадобится здесь на поле разумеется нам понадобится удобрялка которая будет удобрять и сеять нам потребуется плуг потому что все это дело нужно будет вспахать у нас поле требует вспашку для того чтобы был нормальный урожай и так как рис разбрасывательным можно сеять только на культивированную поверхность если может так выразиться на вспаханную нельзя то соответственно культиватор нам тоже понадобится в общем-то все это дело и сюда при тарабане поэтому что мы делаем для начала нужно удобрить все это дело и удобрять мы будем ручками с помощью мтзшки в общем-то со склада забрал последнее удобрение если будет мало то вон мы еще прикупили сейчас мы в общем-то пройдем одну полосочку здесь благо у нас есть gps только что-то с ним не так а ну-ка давай-ка дружище переворачивайся во устанавливаем разброс на вот те кот чтобы все было по фэншую чтобы все было красиво в принципе можно это окно закрыть выстраиваемся включаем gps и начинаем удобрение во все красиво все по фэншую сейчас мы тут заудобряем все вроде как судя по расходу должно хватить на все поля но как оно получится на самом деле хрен узнает поэтому мы решили перестраховаться и купили удобрений я бы не сказал что они прям сильно лишние но нормально в заканчиваем я кстати работаю намного экономичнее чем валероны валероны тоже должны будете поработать соответственно почему я вышел не продолжил потому что удобным и быстро а пахать будет долго поэтому мы сейчас валерона запустим чтобы он пахал эти какое хитрый в общем-то валерончик у нас поехал правда он поедет по кругу поэтому нам по кругу тоже надо удобрить обязательно это поле в общем-то мы занимаемся удобрением всех полей как ни странно и сделаем это ручками и довольно таки быстро и безболезненно быстрее чем будет пахота в общем-то поле удобрено а товарищ за это время сделал один круг в общем-то пахать он будет относительно долго и пока он пашет друзья я наверно вырежу это все дерьмо есть время удобрить остальные поля чем я собственно и займусь поэтому мы встретимся уже на следующей стадии короче друзья 12 часов ночи у меня тут поэтому планы немножко меняются у нас там сейчас ездит в вальтра и культивирует и наша задача сейчас еще раз это все дело удобрить с помощью мтзшки на одно поле нам сейчас хватит здесь удобрений я бы на самом деле еще запустил пахать валерона другие два поля но у нью-холланда закончилось топливо и мне очень лень сейчас наполнять точнее ехать его заправлять поэтому подождет хочу быстрее закончить в общем-то там сейчас докультивируется а мы поехали еще раз удобрим и начнем уже разбрасывать семена по фэншую конечно было бы сначала удобрить и потом запускать культиватор но как вы видите понимаете я немножко тороплюсь потому что уже пара баиньки а я тут видосики записываю на ничем мы потом семена самолета жахнем точнее не семена удобрения почему бы и нет в общем-то погнали удобрять еще раз третью стадию запустим самолетика ну и вот друзья удобрение у нас закончено и я был прав что взял лишних удобрений потому что как видите их не хватило на остальные поля точнее не хватит у нас здесь есть еще два поддона и это замечательно gps даже менять не будем потому что этот маршрут который у нас сейчас есть он отлично подойдет для разбрасывать если конечно все это заработает я как говорил уже я ни разу еще не проверял это все дело соответственно выходим и можно нажать на кнопочку и у нас здесь появится поддон с удобрениями которые у нас были в этой самой выгрузили на поддон да еще можно вот так вот отцепить вот этот ремень наверно можно как-то или вот этот чё что прицепа нет коллизии смешно ладно сделаем проще зайдем машину отцепим все ремни и возьмем один поддон с семенами риса и поднесем его прямо к нашу до брелки и попробуем все это дело туда загрузить и она не грузится черт как это работает вот так это работает надо было нажать на кнопочку теперь выбираем сорт семян и теперь можем загружать и она загружается ха-ха здорово ничего не скажешь и семена риса другого цвета в этой удобрялки они не как обычные семена а как рис что ли это поближе стать чтобы это увидеть разглядеть ну короче семена другого цвета и это здорово мне это нравится я правда не обращал никогда внимание на цвет семян в сейлке может их тоже переделали было бы классно ну и в общем то друзья сейчас нам это все дело нужно раскинуть по этому самому рисовому чеку и мы в общем то начинаем и остается текстурка россии разбросанных семян в общем то давайте выключим и рассмотрим ее поподробнее мне прямо интересно короче семена здесь лежат правда в бункере они выглядят немножко по-другому ну да ладно не знаю экономнее разбрасывать так принципе весь этот участок 30 литров семян сожрал не знаю с чего экономнее сейлки с обычно или с разбрасывалки теоретически конечно сейлки наверно ну да ладно в общем то разбрасываем семена риса погнали и так друзья в общем то все мы дело раскидали но знаете что самое интересное если мы посмотрим на наше поле то мы не увидим что здесь рис растет я вам больше скажу в стадии созревания мы не увидим что здесь что-то растет и тут стоит статус культивирована потому что на самом деле здесь нихрена не растет семена нужно укатать катком как я уже говорил чем мы сейчас и будем заниматься только что-то у меня в глазах рябит от этой картинки я представляю как после того как youtube обработает видео как она сыпаться начнет ну да ладно в общем то мы эту штуку сейчас паркуем сюда и у нас ушло примерно 900 литров семян принципе по моим расчетам если удобрять сейлкой там уходило 890 литров то есть расход абсолютно такой же как если бы вам пользовались сейлкой что удобрялкой что сейлкой в общем-то расход одинаковый да я это хотел сказать но за счет того что я криворуки и может быть много где просыпал лишнего что товарищ даже двигатель не заглушил вообще не экономит моё топливо засранец так вот за счет того что я немножко криворуки возможно я просыпал немножко больше семян но ничего страшного мы как-нибудь это переживем в общем-то рассчитывайте на тысячу на одно поле на этом чеке культиватор в общем то мы тоже паркуем сначала у нас хурлеман культивировал но потом что для ускорения процесса я решил цепануть его на вальтру что в принципе логично нам нужно подцепить каток вот как работает каток я не знаю я еще ни разу им не пользовался но вероятно стандартными кнопками он расцепляется вот такая вот махина появляется что нам здесь скажут все разложили и катайте все просто просто катаем и все не надо ничего включать выключать он даже задним ходом работает в принципе это логично это же каток в описании катка кстати написано что но это обычный каток для уничтожения полей можно ли с помощью него уничтожить обычное поле не это я не знаю и проверяет на самом деле не хочу если кто-то знает то можете написать в комментариях а в общем-то погнали укатывать семена и смотрите там где укатана там у нас теперь что-то растет плохо видно из-за техники но короче видите здесь есть маленькая попучка зелененькая так что погнали все это дерьмо укатывать и да вот я неправильно сделал то что не включил gps решил понадеяться на ровность своих рук а это так не работает зато можно задним ходом ехать слушать прикольно нравится техника которая работает задним ходом давайте все-таки включим это сраный gps выстроим нормально курс и поработаем на gps почему бы и нет надеюсь это я быстро все сделаю теоретически я по крайней мере на это надеюсь в общем то полетели вот так вот теперь можно в принципе эту херню сложить а gps вырубить на хрен используя теперь надо убрать но видимо нам придется отсюда уехать по-человечески ну да ладно мне еще нравится как каток посмотрите он пачкается вообще классно сделали текстурки все все очень здорово очередной респект разработчикам карты вот значится друзья смотрите что мы делаем сейчас мы открываем здесь шлюз и запускаем сюда воду а в воскресенье если все пойдет по плану то мы сюда вернемся уже вместе с евлампи и остальные два чека в общем то все по фэншую все оформлено единственное конечно я сейчас вам покажу как это дальше работает вот так вот мы открываем шлюзик и сюда потекла водичка соответственно если есть не прикатанные семена они есть я где-то здесь видел где-то было вот это вот например да то их это вода она их смоет на хрен кстати если вы разбросали семена и в течение я вот не помню сколько времени надо чтобы их прикатать то ли час то ли три в общем то все это надо делать оперативно в общем то она тоже поисчезает все а насчет воды если открыть воду но типа не сразу ждать я там не знаю не помню надо почитать но в общем то вода пошла и мы с евлампием сюда вернемся а вас я попрошу поставить лайкусик потому что час ночи а я записываю видосик специально чтобы вы его посмотрели я уже спать хочу потому что парабайники еще я буду очень признателен если вы напишите какой-нибудь комментарий это будет прям очень здорово потому что чем больше комментариев тем youtube считает что это видео интереснее и таким образом мы будем развиваться можно кстати руки помыть под этим напором воды за эту воду мы кстати платим вроде как для заполнения чека нужно воды на три тысячи баксов точнее евро она на самом деле выключится потом сама когда заполнится вот на этом я короче с вами прощаюсь что вы меня поняли про комментарий чешка не сечение но не будьте сосисками и лайкусик тоже не забудь иначе придется ладно я промолчу в общем то всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита делай всем всего доброго пока пока когда небольшой бонусик для те кто видосики смотрит до конца ха спустя некоторое время как водичка капает здесь потом появится вот такая вот грязюка в общем то в ней техника даже будет тонуть насколько я знаю мы это сейчас проверим а почему бы и нет давайте он хурлемана закатаем в игре и соответственно удобрять поля уже после посеянного риса будет вообще не камильфо да тут все в грязи и вообще полный трындец короче удобрять поля будет невозможно поэтому единственная возможность сделать это самолетик чем мы собственно и займемся и здесь все в этой грязи нахрен да здесь он даже лужа воды будет много но мы когда придем сюда с евлампием всего этого дерьма здесь не будет и в общем то вроде как прошел час и вода у нас сама выключилась 3000 да как я и говорил расходы на воду и здесь теперь все находится под водой черт кто мне пишет в час ночи вы чё вот соответственно здесь все становится под водичкой и ездить по этому дерьму становится совершенно невозможно да как это так в общем то еще раз всем огромное спасибо за просмотр всем пока пока